Впервые картины великих художников не для человека, а для четвероногих. В Берлине открылась необычная выставка, главные зрители которой собаки. Экспозицию, которую увидели более 20 тысяч питомцев, посетила и наш корреспондент в Германии Шоупанна Иманбаева. Для миниатюрной Лилы это совершенно новый мир. Мир картин, в котором она раньше не бывала. Она внимательно разглядывает каждое полотно, на котором ее соплеменники. Таксы, бульдоги, овчарки, изображенные в графике и в живописи. Узнав о возможности приучить собаку к искусству, ее хозяйка Дорис Родовек, не задумываясь, купила билет на выставку. Я люблю искусство, у меня дома много картин, в зале, на кухне, в ванной комнате. Выставка уникальная, я не знала, что собак так много рисовали. Мыслила, взволнованы, получили массу удовольствия. Особенность этой выставки в том, что вся экспозиция расположена на уровне глаз четвероногих. Всего представлено более 50 картин периода раннего Средневековья до наших времен. Это работы известных художников, Рембрандта, Дюрера, Рубенса, которые писали своих собственных собак. Этой выставкой мы решили нарушить правила и пригласить в наш музей собак, хотя в обычные дни вход им запрещен. Если о самой выставке, здесь представлены оригиналы картины, все они собраны из разных музеев. Здесь есть просто портреты, люди с собаками, собаки на охоте. Эта коллекция особенная. Для четвероногих на этой выставке специальные правила. Рост собаки не должен превышать 50 сантиметров, а в музее категорически запрещено лаять и нюхать картины. На этой выставке уже побывало более 20 тысяч посетителей. Большинство хозяев впечатлены увиденным. А собаки? Пепа, тебе понравилось? Судя по звонкому лаю, картины ее впечатлили. Выставка про четвероногих так заинтересовала берлинцев, что теперь горожане просят организовать такую же выставку только для кошек. Шоупана Иманбаева, Милослав Лавриновский, 24EZ, Берлин, Германия.